Друзья, огромный привет! Сегодня я подготовила для вас очередной выпуск лайфхаков, трюков, приемов, хитростей для дома, для облегчения быта, для того, чтобы дома всегда был порядок. Эти простые моменты пригодятся любой хозяйке. Я очень надеюсь, что вы их оцените. И давайте будем начинать! Чтобы почистить вентиляционную решетку на кухне, совсем не обязательно ее снимать. Я использую обычные влажные салфетки и старую детскую зубную щетку. Щетка прекрасно подходит для очистки этих самых труднодоступных мест. Мы просто обворачиваем салфеткой щетку и проходимся последовательно по всей решетке. Именно моя решетка, кстати, вообще не снимается. И поэтому единственный способ сделать ее чистой, это сделать это прям так наверху. Как видите, зубная щетка прекрасно справляется с шелями и здорово вычищает всю эту грязь. Чтобы самый верх кухонных шкафов так сильно не ожирнился и не пылился, я всегда на них кладу обычные листы А4, но можно использовать также газетные листы. Эта бумага собирает на себе всю пыль вместе с жиром. И через время просто все эти листочки нужно будет поменять. Ну а сам верх шкафов останется чистым и его достаточно будет только протереть. Чтобы легко и просто почистить массажную щетку из серии Tangle Teaser, просто используйте пену для бритья. Подойдет абсолютно любая пена. Наносим толстым слоем, даем 5 минут постоять и смываем теплой водой. Пена прекрасно ассорбирует весь жир, загрязнение и щетка выглядит идеальной. Если вы любите, чтобы в вашей ванне на бортиках ничего не стояло из серии шампуней, пузырьков, гели для душа, и у вас нет подходящей полочки, ниши, то просто используйте обычную хозяйственную корзинку. Очень здорово, если она будет по цвету подходить под вашу плитку, например. И чаще всего она у меня хранится под раковиной. Когда мне нужно оттуда что-то взять, когда я принимаю душ, я ставлю всю эту корзинку сразу же на бортик и, соответственно, потом убираю ее обратно. Чтобы как можно дольше зонтехника прекрасно работала и вас не расстраивала, конечно же, нужно следить за тем, что в нее попадает. Я использую вот такую вот удобную силиконовую накладку. Это улавливатель волос. Особенно это актуально для тех, у кого волосы сыпятся, у кого длинные волосы. Вы знаете, какая это проблема. Эта маленькая штучка прекрасно справляется со своей задачей. Здесь главное ее очень хорошо на присоске закрепить. И тогда внутрь в сливное отверстие ничего лишнего не попадет и его не забьет. Чтобы техника собирала как можно меньше пыли на себя, можно сделать следующим образом, обработать вот эти самые проблемные поверхности. В моем случае это верхняя часть телевизора и его задник. Туда постоянно прилипает неимоверное количество пыли. Так вот, мы просто берем очень маленькое количество кондиционера для белья и тончайшим слоем наносим на эти поверхности. Таким образом, на этих поверхностях создается антистатический эффект и пыли седает гораздо меньше. Чтобы сэкономить время на глажки, я всегда развешиваю блузки, рубашки и футболки вертикальным способом на вешалке. Предварительно их немного остряхиваю и застегиваю, если есть пуговицы. Таким образом, вещь высыхает естественным путем и ее очень-очень редко, когда нужно подглаживать. Чаще всего в таком высушенном состоянии рубашка, например, меня вполне устраивает. Просто потому, что я ношу либо завязанную рубашку, либо заправляю ее в брюки. Вы знаете, что я очень сильно люблю роботов и считаю их идеальными помощниками в домашней рутине. Кому можно все это дело удачно делегировать и отдыхать в это время? Благодаря роботам можно сэкономить до нескольких часов в неделю на уборке. Представьте, если это умножить на месяц и даже год, это просто невероятное количество времени, которое ты можешь потратить с гораздо большей пользой. А в этот раз моя новинка робот Эко Вакс с функцией влажной уборки. И, наконец-то, кто-то, кроме меня, дома занимается мытьем полов. Я очень давно хотела эту часть домашней рутины на кого-нибудь делегировать. А вообще говоря, роботы очень-очень дисциплинируют, потому что сейчас у нас вошло в привычку убирать провода, убирать все максимально с пола. Это касается и мелких игрушек, деталей и всего остального, что может роботу помешать. И вы знаете, это просто невероятно приятно, когда ты просто двумя кнопочками даешь команду, и у тебя кристально чистый пол без песка, без пыли, без грязи, и это сделал кто-то, а не ты. А ты в это время занимался своими любимыми другими делами. Лично для меня преимущество именно этого робота, во-первых, то, что он очень-очень мощный. Он одновременно делает и сухую, и влажную уборку, и это прям очень сильная разница между роботом, который просто пылесосит. У меня такие тоже были. За один заряд батареи, внимание, он может почистить и помыть 120 метров пола. И очень важный плюс, что именно в этой технологии здесь происходит влажная уборка без разводов. Это 100% проверено. Я свой пол рассматривала при дневном свете, при очень близком расстоянии после робота, и реально он помыт просто идеально, никаких разводов. Также этот робот подходит для ковров, и мне нравится, что он автоматически понимает, что это ковер, и сам увеличивает мощность. Иногда я смотрю на него и думаю, что он просто невероятно умный, потому что, во-первых, он ни разу никуда не врезался. Он как-то сразу сканирует всю площадь помещения, строит 3D-карту, которая, кстати, у меня в приложении видна, строит маршрут, и если даже он где-то по дороге, и у него сядет батарейка, он потом зарядится, и с этого же места снова начнет уборку. Представляете, просто какой невероятно умный аппарат. Нигде он не путается, и даже если я забываю убрать стулья, он прекрасно между всеми этими ножками стульев, тумбочек и столов варьирует, все чистит, но при этом абсолютно не врезается. Я тестировала его около месяца, и вы знаете, абсолютно никаких недостатков не нашла. Одни сплошные плюсы и достоинства. Самое важное для меня это то, что он мощный, он бережно и аккуратно все чистит, и при этом он еще моет. Вы знаете, это ощущение, когда ты заходишь в комнату после влажной уборки, как раз-таки ощущение безупречно чистых полов и свежести в комнате, это то чувство, ради которого, пожалуй, эта вещь необходима иметь в своем доме, особенно если ты не любишь каждый день со шваброй, например, эти самые полы намывать. Всю подробную информацию и ссылочку на мою модель робота я оставлю внизу в описании к этому ролику. Чтобы вновь придать кроссовкам изначальный белый кристальный вид, а именно почистить нижнюю часть, где подошва, поможет самая обычная, самая дешевая зубная паста. Я использую ее в таких экстренных случаях, когда уже ничего не помогает. Просто наносим эту пасту на зубную щетку старую и проходимся по всему периметру. Очень здорово очищается даже самая въевшаяся грязь, и, конечно же, этот результат просто невозможно не заметить. КОНЕЦ Чтобы удалить сложные загрязнения сварочной поверхности, я для экстренных случаев, когда есть толстый слой нагара, использую уксус и пищевую соду. Если у вас есть 7% уксусная кислота, то можно ее не разводить. У меня 70% и я использую буквально 1,5 чайных ложки и разбавляю водой. Наношу тонким слоем на всю поверхность и затем сверху насыпаю соду. Сода с уксусом вступает в реакцию, начинается такое шипение. И здесь важно оставить минут на 20, чтобы это все постояло и размокло. Затем при помощи губки мы всю эту массу собираем, вытираем. Если у вас, например, очень сильные загрязнения, возможно, вам придется приложить чуть больше усилия, например, потереть твердой стороной губки, чтобы это все убрать. Чтобы избавить кухню от визуального шума, можно перелить средства для мытья посуды, если вы таковым пользуетесь, в диспенсер, который подходит вам по стилю, по цвету, и ваш глаз бесконечно радует, а не раздражает. Чтобы почистить чайник от накипи, не нужно прилагать абсолютно никаких усилий. Достаточно просто насыпать целый пакетик обычной лимонной кислоты. И чайник вскипятить, желательно дать ему потом постоять несколько минут, затем снова поставить на кипячение и уже потом промыть. Вы увидите, что накипь растворится сама собой, и чайник вновь станет кристально чистым. Хочу вам рассказать про бархатные вешалки, которые создают невероятное ощущение порядка в шкафу. Рай для перфекционистов. Когда ты смотришь на одни и те же одинаковые бархатные вешалки, очень сильно поднимается настроение. Плюс ко всему создается идеальный порядок в шкафу. Каждая вещь висит на своей вешалке. И с этих бархатных вешалок вещи абсолютно не скатываются. Можно посмотреть в сравнении, например, с деревянными вешалками. Конечно, бархатные занимают гораздо меньше места. И если для вас это важно, то обязательно имейте это в виду. Для того, чтобы идеально почистить ванну, совсем не обязательно использовать дорогие средства. И чаще всего эти средства обладают очень резким и неприятным запахом. Я, например, не люблю такую историю, поэтому использую обычную пищевую соду. Соду вообще must have на все времена. Сначала нужно намочить ванну водой и затем нанести соду на места загрязнения, на вертикальные поверхности и на дно ванны. Дать соде некоторое время хорошенько поработать и затем просто смыть теплой водой. И ваша ванна будет кристально чистой. Чтобы почистить барабан стиральной машины от загрязнений, особенно которые скапливаются, где уплотнитель, вот эта резинка, можно использовать таблетки для посудомоечной машины. Они прекрасно борются с загрязнениями, с жиром, с грязью и так далее. На 4 кг загрузки я использую одну таблетку. И одновременно в этом же цикле я хочу почистить еще и внутренности машинки от жесткой воды, от накипи. Засыпаю в отдел для порошка полпачки лимонной кислоты и ставлю на режим 60 градусов. После того, как машинка закончилась стирать, вы сразу же можете посмотреть, насколько чистым стал барабан. Никакой грязи под резинкой не осталось. Такую процедуру важно делать периодически, чтобы ваша стирка была всегда максимально эффективной и не было ни лишней грязи, и не скапливались никакие неприятные запахи. Ну что, это было все на сегодня. Спасибо, что были со мной. Желаю вам потрясающего настроения. И пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok